Добрый день, уважаемые коллеги. Настал, наконец, тот момент, когда в онкоурологии появились преддикторы ответа на лечение, и мы уже можем отбирать больных, именно используя анализ мутаций в геногомологичной комбинации для лечения новым препаратом, о котором я буду сейчас говорить, аллопарипом. Итак, я хочу начать с того, что метастатический рак предстательной железы представляет собой очень гетерогенное заболевание. Но если посмотреть на спектр мутаций, которые мы находим в опухоли, то в основном мутации связаны с сигнальным путем андрогенного рецептора, который доминирует в патогенезе и прогрессировании рака предстательной железы. Но также, как вы видите, у многих пациентов присутствуют мутации в сигнальном пути, связанном с 5,3К, с генами, ответственными за регуляцию клеточного цикла, путь у АНТ. И у 23% больных выявляются определенные альтерации и мутации в генах, связанных с репарацией ДНК. Как я уже сказал, на сегодняшний день, уже, правда, на вчерашний день, основным сигнальным путем, на который было направлено наше лечение, был сигнальный путь, связанный с андрогеновым рецептором. И все препараты практически, кроме цитотоксической химиотерапии, были направлены именно на этот сигнальный путь. Сегодня мы будем говорить именно о другом сигнальном пути, связанном с нарушением репарации ДНК. В норме одноцепочные разрывы ДНК репарируются различными механизмами, но двуцепочные разрывы ДНК могут репарироваться только посредством гомологичной рекомбинации. Что делает аллопориб, ингибируя парп в поле АДФ-ребозу полимераза? Он связывается с полимеразами, которые репарируют одноцепочные разрывы ДНК и не дает этим полимеразам выполнять свою функцию. Таким образом, в клетках опухоли происходит прогрессивное накопление вот этих одноцепочных разрывов, которые затем переходят в двуцепочные разрывы. Если говорить о нормальной клетке, то в нормальной клетке происходит восстановление двуцепочных разрывов с участием генов гомологичной рекомбинации, а в опухолевых клетках с дефицитом генов гомологичной рекомбинации, с мутациями в генах, связанных с репарацией ДНК, невозможен процесс нормального восстановления двуцепочных разрывов ДНК, и опухолевая клетка погибает. На этом основан механизм действия аллопориба. Аллопориб – это ингибитор парп, который изучен в исследованиях как второй, так и уже третьей фазы. Если посмотреть на самые первые ранние исследования, в которых мы также участвовали в первом исследовании, он исследовался просто у больных с солидными опухолями и было установлено на достижение определенного ответа у пациентов с распространенным раком предстоятельной железы и наличием мутации в генах Берсиэй. Еще в одном исследовании, ТУПАРП, он исследовался также у пациентов, у которых ретроспективно анализировали в когорте наличие этих мутаций, и оказалось, что препарат был эффективен именно у пациентов с наличием этих мутаций. А во вторую когорту уже проспективно набирали пациентов с наличием мутаций в генах, связанных с процессом репарации ДНК. И если мы посмотрим на вот эти кривые выживаемости без радиологического прогрессирования, то мы видим, что, естественно, это очевидно, что пациенты с наличием мутации генов гемологичной рекомбинации имели достоверно лучшую выживаемость без прогрессирования, 13,8, извините, 9,8 месяцев по сравнению с пациентами, у которых не было этих мутаций, причем настолько точно можно было предсказать ответ, вы видите, у 87,5% пациентов с наличием мутации отмечался ответ на лечение, в то время как у большинства пациентов, у 93,9% пациентов без этих мутаций не было ответа на лечение. Кроме того, аллопарив в этом исследовании назначался в дозе 400 мг два раза в сутки, и в этой дозе он показал очень благоприятный профиль токсичности, видите, нежелательные явления третьей-четвертой степени были довольно редки, среди них в основном это анемия 20%, общая слабость, лейкопения 6%, тромбоцитопения 4%, нейтропения 4%, то есть даже в сравнении с доцетокселом аллопарив показал очень благоприятный профиль безопасности. И благодаря этому исследованию, естественно, было инициировано исследование третьей фазы, в которое включались пациенты с различными мутациями генов, связанных с гомологичной рекомбинацией ДНК, так как во второй когорте, как я сказал, где исследование второй фазы включались проспективно пациенты с различными мутациями, вы видите, тоже там было показано достоверное улучшение выживаемости без прогрессирования в разных генетических подгруппах, поэтому все эти мутации были перенесены в исследование третьей фазы. Исследование третьей фазы Профаунд включало пациентов с прогрессирующим конституционно-рефрактерным раком предстоятельной железы на фоне терапии одним из новых гормональных препаратов – абиратуроном или энзолутамидом. Пациенты рандомизировались на пациентов, которые получали аллопарив в дозе 300 мг два раза в сутки, доза, заметьте, меньше, чем доза, которая была во второй фазе, и в группе сравнения назначалась терапия по выбору врача, которая, естественно, зависела от того, что пациенты получали, на чем они прогрессировали. Если они получали энзолутамид до включения в протокол, то они в протоколе получали абиратурон и наоборот. В когорте А исследовались наиболее частые мутации. Это мутации генов Берсей-1.2 и гена АТМ. В когорте Б исследовались мутации других генов, но первичной и конечной точкой являлась оценка выживаемости без радиологического прогрессирования именно в когорте А. Вторичные и конечные точки также включали оценку частоты ответов выживаемости без прогрессирования в общей популяции пациентов, то есть суммарно в когорте А и в когорте Б, время до прогрессирования болевого синдрома, общую выживаемость когорты А, а также, конечно, безопасность и переносимость лечения. Пациенты стратифицировались в зависимости от предшествующей терапии токсанами и наличие измеряемых проявлений заболевания на момент включения в исследование. В скрининге участвовало более 4000 пациентов. У 2792 было проведено секвенирование, и квалифицирующие мутации генов в логичной рекомбинации были обнаружены практически у каждого четвертого больного, 27,9% пациентов. Из всех пациентов 387 были включены в исследование, так как соответствовали всем критериям отбора, как клиническим, так и генетическим. Вот панель генов, которая позволяла пациентам быть включенными в это исследование. В когорте А, как я уже сказал, это гены Берсей-1, Берсей-2 и ЭТМ, и в когорте Б также исследовалось еще дополнительно 12 генов. Гены отбирали на основе механистической роли в участии в процессе гомологичной рекомбинации ДНК. Использовалась панель Foundation для определения данных мутаций. Если посмотреть на исходные характеристики пациентов в целом, то больные были хорошо сбалансированы по возрасту, по индексу глиссона. Некоторая разнородность была в группе пациентов с висцеральными метастазами. И в группе Аллопариба у большего числа пациентов было выявлено изменение гена ЭТМ. Примерно 1 треть пациентов ранее не получали токсаны. 1 пятая ранее получали 2 препарата токсанов. И 1 пятая до рандомизации получали 2 линии новой гормональной терапии. Если посмотреть на наиболее частые мутации, которые были определены в когорте А и в когорте Б, то мы видим, что наиболее частые мутации – это мутации гена в Берсей-2, АТМ и CDK-12, наиболее часто встречающиеся мутации. Однако также мы видим в небольшом проценте случаев, но и наличие в таких генах, как ЧЕК-2, ПАЛЬ-2, ФЕНКЛ и так далее. Сразу скажу, что исследование достигло всех своих конечных точек. И первичной конечной точкой, как я уже сказал, была оценка выживаемости без прогрессирования радиологического. И мы видим, что при 12-месячном сроке наблюдения 28 пациентов в группе Аллопариба прогрессировали по сравнению… Извините, 9% в группе Аллопариба прогрессировали по сравнению с 28 в группе, получавшей один из гормональных препаратов. Медиана выживаемости без прогрессирования была в два раза больше у пациентов, которые получали Аллопариб – 7,39 против 3,55 месяцев, причем очень хорошее соотношение рисков – 3,4, то есть снижение риска прогрессирования на 76%. При подгрупповом анализе видно, что во всех подгруппах больных вне зависимости от наличия висцеральных метастазов, вне зависимости от предшествующей терапии токсанами, вне зависимости от возраста, отмечалось достоверное преимущество у пациентов, которые получали Аллопариб. У пациентов с мутациями генов Берсей-1, Берсей-2 или ЭТМ в когорте А было показано статистически достоверное улучшение итоговой общей выживаемости. Часть пациентов, которые получали гормональный препарат, по мере начала прогрессии переходили в группу Аллопариба. И, соответственно, был сделан анализ, что бы было, если эти пациенты бы не переходили в группу Аллопариба с поправкой на переход в другую группу лечения. Здесь мы видим, кривые уже общей выживаемости убедительно расходятся с достоверным преимуществом пациентов, которые получали Аллопариб, со снижением риска смерти от рака предстоятельной железы на 58%. Довольно убедительные данные в отношении общей выживаемости. Частота общих ответов была существенно выше у пациентов, которые получали Аллопариб в когорте А с мутациями генов БРС-1, БРС-2 или ЭТМ 33,3% по сравнению 2,3% у пациентов, которые получали гормональную терапию. Частота снижения ПСА на 50% и конверсия циркулирующих опухолевых клеток, которые также входили во вторичные и конечные точки. Мы видим, что также преимущества у пациентов, которые получали Аллопариб, конверсия ЦОК у 30% больных и снижение ПСА на 50% и более у 43% больных, по сравнению только 7,8% у пациентов, которые получали один из гормональных препаратов. Аллопариб достоверно увеличивал время до прогрессирования болевого синдрома у пациентов в когорте А с мутациями генов БРС-1, БРС-2 и ЭТМ. Мы видим, что через 6 месяцев наблюдения время до прогрессирования болевого синдрома существенно было больше у пациентов, которые получали Аллопариб. Медиана у пациентов, которые получали Аллопариб, не достигнута. В группе абертерона и линзоутамида она составила около 10 месяцев. Если посмотреть на подгрупповой анализ влияния на выживаемости без радиологического прогрессирования, то мы видим, что за исключением пациентов с редкой довольно мутацией PPP2R2A все остальные подгруппы больных получали преимущество от приема Аллопариба. Это был единственный ген, который из этой панели на сегодняшний день вычеркнут и говорит о том, что эти пациенты только с наличием одной мутации этого гена не получат преимущество от получения Аллопариба. Если посмотреть на результаты лечения в общей когорте больных, то есть пациентов с наиболее частыми мутациями Берсей 1, 2 и гена ИТМ плюс пациентов в поисковой когорте с 12 различными другими мутациями, мы увидим, что и в общей популяции больных достоверно отмечалось увеличение частоты объективного ответа 21,7 против 4,5%. Также в общей когорте достоверно мы видим улучшение выживаемости без радиологического прогрессирования со снижением риска прогрессирования на 36% через 6 месяцев наблюдения. Также в общей когорте, особенно если посмотреть на пациентов с поправкой на переход в другую группу лечения, было отмечено увеличение общей выживаемости со снижением риска смерти от ракопростаты на 34%. Общая выживаемость пациентов составила 18,3 месяца в группе аллопариба и только 14% в группе лечения по выбору врача. На момент даты окончания сбора данных аллопариб получали приблизительно 20% пациентов в группе аллопариба и только 10% в группе терапии по выбору врача. В когорте B, то есть в когорте, где были довольно редкие мутации, тем не менее, в промежуточном анализе была отмечена тенденция к увеличению выживаемости без радиологического прогрессирования и увеличению общей выживаемости при применении аллопариба. В общей когорте больных аллопариб увеличивал время до прогрессирования болевого синдрома и на расстояние степени болевого синдрома. Видите, что через 12 месяцев наблюдения медиана в группе аллопариба не достигнута у пациентов в группе, получавших гормональные терапии. Медиана тоже не достигнута, но по кривым видно, что преимущество бесспорно в группе аллопариба. Время до нарастания степени тяжести боли. Также мы видим преимущество у пациентов и через 6, и еще больше, через 12 месяцев, которые получали аллопариб в сравнении с пациентами, которые получали один из гормональных препаратов. Аллопариб увеличивал время до прогрессирования боли и на расстояние ее степени и также увеличивал время до необходимости приема опиоидов анальгетиков. Видите, в общей когорте больных время до первого применения опиатов для оккупирования болевого синдрома было достоверно больше. Медиана составила 18 месяцев и только 9 месяцев. Ровно в два раза меньше у пациентов, которые получали один из гормональных препаратов. В когорте А также мы видим достоверное различие. Медиана еще больше различается. 18 месяцев у пациентов, которые получали аллопариб, и только 7,5 месяцев у пациентов, которые получали терапию по выбору врача один из гормональных препаратов. Аллопариб чаще купировал боль. И если посмотреть на профиль безопасности в общей популяции больных, как я уже говорил, даже при более высокой дозе во второй фазе клинического исследования аллопариб показал очень благоприятный профиль токсичности, то если посмотреть в этом исследовании, в исследовании ПАФАУНД, то пациенты группы аллопариба получали лечение в два раза дольше, чем пациенты контрольной группы, что могло несколько увеличить частоту нежелательных явлений третьей степени. Тем не менее, частота нежелательных явлений третьей степени невысока. В основном это анемия 21%, все остальные нежелательные явления очень-очень невысокий процент. Препарат прекрасно переносится пациентам. Гематологическая токсичность минимальна, нейтрепения меньше 4%, тромбоцитопения меньше 4%, третьей и высшей степени. Мелодиспластический синдром, которого боялись, также частота менее 1,5%, пневмонит менее 1%. Таким образом, аллопариб показал очень благоприятный профиль токсичности. На сегодняшний день у пациентов с метастатическим кастрационно-рефракторным раком предстоятельной железы и прогрессированием на фоне пришествующей терапии новыми гормональными препаратами, аллопариб становится новым стандартом, который обеспечивает статистические, клинические значимые улучшения выживаемости в эссерингиологической прогрессии, улучшает общую выживаемость, имеет хороший профиль безопасности. И, конечно же, этим препаратам нужно начинать пользоваться. Как я уже сказал в начале, это исследование является первым положительным исследованием, селективным отбором пациентов на основании экспрессии биомаркеров. В нашем распоряжении, наконец, появилась такая возможность. Вопрос, кого направлять на исследование исследования мутации в генокомологичной рекомбинации? Пациентов с метастатическим кастрационно-рефракторным раком предстоятельной железы. Не обязательно ждать того момента, когда они начнут прогрессировать на первой линии терапии, поскольку исследование занимает определенное время. В любом случае пациенты начнут прогрессировать рано или поздно, поэтому если пациент уже с кастрационно-рефракторным раком, желательно сразу определить наличие мутации. И, к счастью, у нас есть возможность тестирования по программе «Русско». На этом слое вы видите сайт, где можно получить всю информацию и телефон о возможности тестирования пациентов. Спасибо за внимание.